я вас побалую давай удачи тебе или переживу без булочки посмотрю с вами да не знаю у меня какие здесь вообще способ снятия стресса физические нагрузки с нынешней погоды это не очень секс его нет и жрать сладко поэтому как бы к сожалению выбора не особо много но у меня к сожалению он только метафорически в блоков это не то хочется хочется живого человека вот этого ну чате как обычно я готов поддержать но это временный эффект пленом я сейчас начал опять но пока я так медленно тяжко вхожу во все это и удовольствие конечно не особо много честно скажу пока не чувствую чтобы на моей психике хорошо сказывался вот этот момент что-то реально бы был очень много жрать стал я хз почему клятый бб сейчас что-то очень много жрет из-за этого у меня комп как печка да обо всех чатик чатик как всегда прекрасен просто ухо ну че-то мне просто не знаю то ли дрова надо обновить и потестить я хз но в общем с бб иногда как как бы вот вышли какие-то дрова для видях и после этого бб стал купить в двадцатом году у меня сегодня опять как бы начал тупить непонятно с чего притягиваю то есть я я не знаю почему но у меня сейчас опять начал нагреваться комп и я вижу что это именно от бб то есть нельзя и чате чате какие-то патчи в бб были я хз просто ну что не там чё-то повертели опять по идиотски приятный минус что-то колян кончается что-то и что-то начинает как оказаться что колян это не шампиньонит но хоха опасный парень то есть он может быть не может показывать всегда очень хорошую очень стабильную игру но хоха может отнять очки у кого угодно в хорошей дни что за чаще чем некоторые другие ребята что-то такой ехидный швец не хочешь чтобы колян вышел или как шоу все напали на комедиан нет они колян вроде может сливаться сейчас подожди я проверю там у колена вроде есть какая-то это сейчас я проверю а нет нет ребят колян обязан колян обязан хотя бы нищу брать вот чем проблема колян обязан брать хотя бы ничью если колян не берет ничью ему грустновато надо было говорить комедиан что это длина а дальше люди бы додумывали длина чего а дива сыграл свою игру он и я стримил или как обычно видимо как обычно ну пока пока если честно выглядит так что ну как бы у колена все не очень весело по крайней мере на мой взгляд то есть конечно там тоже вылетел один важный игрок но у колена уже два и как бы с концами выглядит выглядит реально пока как самый лучший сценарий ну марка агилы конечно как бы ок хохи то на гол не надо спешить можно сейчас вернуться потолкаться там поискать что-нибудь этакое в лицо скивир шампанского в лицо можно поискать авика уже ушла ли она еще тут хотел задать я один крайне извращенный вопрос чат правда не оценит такие извращения как ты фармишь этот ивент как как у тебя ощущение от фарма этого супер супер ивента я честно фармил sp4 так что если я буду каждый день выполнять все квесты и финальную карту которая за 800 то у меня будет ровно 50 тысяч поинтов но я уже все ненавижу вот думаю стоит идти ради двух книжек за 60 тысячами поинтами до душнявый ивент конечно ненавижу такие полы ивенты когда это как поход в стриптиз вот знаете я честно говоря я тупое быдло час меня взял я не особо любитель этого ну какой неудачный блок я я могу пер понять поход в барды хотя я никогда такими услугами не пользовался и я допустим могу понять там дрочку поход стриптиз мне как-то кажется не знаю концепт смотреть но не трогать выглядит немножко таким уныленьким вот этот ивент прямо подходит под этот концент к концепт практически там еще можно было где-нибудь вставить шутку про это у меня в академии как-то никогда нет проблем с опытом если честно потому что я качаю все кораблики до сотого левела в этом как его называют качаю все кораблики до сотого левела в дарме у меня там уже список типа кораблей в 50 наверное которые ждут целый час и я потом просто аккуратненько это не парюсь в общем иду сразу чищу и качаю корабли вот этого сотого левела в 11 4 у меня там уже есть своя схема на поток в плане прокачки чипов не хватает ну вот сейчас колян хорошо поставил хоху в сложное положение прям как-то хаоси то расплесканы по позициям и даже тральба сыграет кажется что надо сейчас давать блиц вот сюда и просто уходить вот сюда и как бы потихонечку перемещаться до отжить и так далее то есть дать один позиционный блиц и потом поиграть в мяч да и вент полная унылость и девочки в общем на и винте так себе и новая пушка это ну как бы такая фактически небольшое изменение советской твины то есть советская твина как минимум как бы не хуже там по тестам я читал что новая пушка обыгрывает советскую только по средней броне это так я за 30 роллов все закрыл притом я там еще тупнул сделал лишние 10 роллов и да тоже с карты достал один раз и жду нормального ивента какого-нибудь мне тут очень понравилось обсуждение было недавно ой хороший минус мне понравилось недавно было обсуждение довольно забавное по поводу люди обсуждают в официальной русской группе как задонатить на азурку чтобы взять battle pass 1 апреля и там короче люди типа пишет мол вот ваши деньги не хотят принимать и вы все равно их кидаете в монитор пытаетесь тут скоро жрать будет нечего вы готовы тратить свои деньги на вайфу там ваще столько забавных обсуждений конечно на гайда пока на донат я там так и не увидел кажется что-то мне не очень нравится этот фолт даже не страна наличие взятки получилось правда хорошо получилось правда очень хорошо я сейчас слышу что появились функции короче что ты можешь какому-то казаху на расстоянии короче это в общем есть сейчас телеграм-боты где ты договариваешься с казахами и они на тебя открывают карту высылают те там реквизиты ну ты им естественно за сотрудничество немножко отсыпаешь вот и у тебя казахская виза или мастер-карт и ты можешь с нее оплачивать в интернете все что хочешь я уж сойду за казах и не знаю клэм вопрос вопрос сложный конечно да догадываюсь много мошенников а сейчас еще появились короче экскурсионные туры экскурсионные туры в узбекистан ради получения визы и мастер-карды то есть ты можешь короче отправиться в узбекистан и тебе там короче все бахнут абсолютно полностью это это что-то до усрочек смешно то есть там там типа туры ты платишь за билет платишь сверху 25 тысяч но зато ты получаешь полный сервис от начала до конца то есть тебе тебе прям все сделают за ручку отведут туда-сюда я я даже как-то не ровлю собственно говоря ну все клейман ты идти ты теперь почти казах осталось только начать кумыс употреблять чтобы мы могли полностью тебя признать ты полуказах да это ощущает очень дорого мне кажется что слетать в узбекистан ради этого что-то как-то ценовая политика кажется немножко неадекватный я абсолютно с вами согласен ребят дорого как-то как я понимаю сейчас киви пытаются чё-то свое придумать то есть бахнуть какие-то кошельки договориться о том чтобы она работала у свои виртуальные карты чтобы оплачивать их в google play но пока что-то не придумали слежу за ситуацией потихоньку геморроя конечно очень много сберпай и альфа клик работают смысле раба раб они работают в в google play или где или просто в покупках в интернете или ты про что или ты про то что можно подойти использовать их с карты мира в этом в магазах не у меня еще до сих пор осталось вот это вот физическая память когда я прикладываю телефон а потом такой от сука но потихонечку отвыкаем и мне в егэс то не удивительно в егэс как раз там специально все так сделано там политика так построена что зависит от магазина в общем целом в егэс они просто маршнят пользуются случаем пока стим бибу сосет подключили к солу просто насколько я понял 100 дамка же процента абсолютно кончил но это уж другой вопрос да еще весьма неплохо сейчас стоит хоха ой знаешь смешно и грустно слышь и смех и грех как говорится главное после всех этих шуток как бы зайчиками когда у тебя там телефон не срабатывает в кино показывают путешествие к имели а из всех напитков тебя кока квас ну вот говорить я вообще-то вне политики как бы что случилось что-то у колена прям вообще не получается ничего джага колен знает как пользоваться джага другой вопрос как бы был этот какой-то особый смысл давай удачи век спокойного тебе вечера и и и и и ну в общем клюну просто каш тяжеловато чет сделать против супер пасуна еще и погода норм ну ладно на самом деле пишет доволен потому что у меня сейчас такое моральное состояние что как бы ничейка взятая против сильнейшего игрока в принципе рассматривается ок я что-то вообще был морально не готов играть но я вот поспал часа два мне как-то стал стал лучше себя чувствовать хоть как-то нормально отыграл опасно опасно потому что как бы там еще два гафаина гол а а если сталим том там немножко опасно то есть надо вставать сюда видимо вот этим придется доджить и бить здесь в общем но чем опасно но кажется что надо ставить даже без арара кажется что надо ставить но ситуация сложная теоретически у колена будет 2d да теперь теперь у колена видимо совсем не сложные 2d если колен сейчас не пропустит то него вполне ок шанса на ничью мне кажется очень хорошо что колен все это прокинул без рерола потому что там еще дочь на можно было бы рерольнуть еще удар нашлись кубы в удар сейчас еще многое решит скаттер скаттер тут очень важен скаттер шикарно еще и еще и подбор читерок читерок ну еще видимо клена можно уже как бы практически поздравлять еще хорошего чат расскажет чатик расскажу ничего нехорошего то как-то все дико уныло и печально ну тральбас да прям привет раз-два раз давайте ям рассказываю история про бордель это прям ты меня заинтриговал на будет связано с хвостами или как хоха играет на второй тайм ну даже на второй тайм но это попытки им не скристи какой-то пробой без зерола сейчас конечно маловероятный гол о нашел отпускать на мой какой минус классный какой классный и аптека и худший скаттер там теперь гол надо кидать вот даджи напрямую авто путем на этюд что такое в каком смысле на этюд можно больше ну чё надо выталкивать козликов одного-то точно а кием у меня только один вопрос вот даже не вопрос в общем как-то как-то когда я занимался борьбой нас вели в старый университетский зал вот и перед тем как мы могли там постелить татами все остальное надо было отремонтировать ну типа покрасить стены там отштукатурить там вот это вот все ну мы короче задираем краску вот и там значит старая газета как раньше на обои клеили на газеты и там была газета как бы физкультурник 1913 года я там прочитал твою историю ну что в целом как бы воин не встал у коль на минус 3 а это реальная история ну ладно почему коля ну там сложный гол мне кажется на таки не я я просто так как за художник я удивился окиям ты уж меня прости что тебя побудило ну как бы ходить в борделе мне просто кажется что по ходу в борделе то она не знаю я видимо воспитан так у меня восприятие борделей странное мне просто как-то тяжело представить тебя в борделе как бы это странно не звучало но смысле не в роли посетителя ужасных мне конечно очень тяжело проверить в твой рассказ о киема но допустим я чуть вот знаете вот общаешься с чатом начинаешь чувствовать себя каким-то прямо вот бумером в самом худшем самом худшем понимании этого слова у всех что-то там какие-то походы в борделе там это поизури то вот ты сидишь и играешь в блатбол вообще вот вот океан ты же вылетел блин из из среднего потому что вместо того чтобы стилушечку показывать ходишь поизури получать ну что ты вообще за человек тренировался бы не вылетел но он там ходит поизури получает есть кто не знает поизури это такая фишка из японии не то что типа из японии просто в японии для этого придумано слово я думаю что практически любой странной формы извращения даже не странной формы у японцев есть какой-то как это свое слово если коротко это из которых не знаю просто мне казалось что такой как бы академичный мальчик которого воспитывал ситар должен быть более благонравен что ли да вообще анон мы с тобой вот очень далеки вот один чик культуры ходит этюда рисовать другой поизурит по самое не хочу зачем ужас какой-то прям 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 действительно чувствую что все странно всякие сводить ситара на поизури мысль конечно интересная говорится обмен обмен культурным опытом обмен культурным опытом ребят у меня есть конечно еще более ужасные шутки в голове ну вот наконец-то и ситар кого-то поорудует дубинкой а не только его пора 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 зенечка я иногда бываю чудовищно душен в своем юморе что есть да это абсолютно правильная мысль я абсолютно согласен в общем чат какой-то у меня прям это удивляет в общем что это за игра это игра за выход в плей-офф рубла свою игру в сеной но в финале лиги нации я уже сыграл поэтому если интересно можешь покатать назад и посмотреть на а потом я по ситаром действительно стали в некой степени батл бразерами неправда видно как в том миме с с дефо типа я тоже в некоторой степени боевой брат за завидую в общем завидую а ты в каком городе живешь кем в москве наверно ну судя потому что ты это как 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 там в книгах пеливина было хорошо сказано по поводу про продвинутых ребят самара суши а че ты в самаре позабы вообще тяжело представить что приходит такой там 20 и сколько там трехлетний шкет самаре и горит мне чашку поизури пожалуйста а его даже понимают россия как говорится страна контрастов тут уж не убавить не прибавить интересно а вот у ситара как бы в дискорде есть такая вещь как добромем зашло бы это в добромем интересно ну ладно ты знаешь какие я вам где почему-то у меня сразу ассоциативный ряд когда-то был такой паренек в интернете Эльдар Бродвей Который делал Всякие короткие видосы Ну у него там много раз Менялся формат Начинал он с коротких всяких Вайны Но у него потом выходили Видео чуть подлиннее на другом канале Со своеобразным юмором И там Мне очень в свое время понравилось Видос про Букет цветов Скетч Знаешь его Скетч про букет цветов Про моральный вот Экзибиционизм и все такое О, я короче Видел Ты не шаришь, Люмакс Я короче видел порноху Где как раз было 4 грудастых Девушки в В косплее персонажей Из Наруто И Они короче В четвером Обслужили одного парня И там как раз была сцена Где парень как бы Сидит и его Четырьмя парами Сисек давят Со всех сторон лица Ну короче Ну короче Про букет цветов Было так Что вот Когда ты покупаешь Букет цветов Все вокруг понимают Что ты девушку Хочешь Просите Выебать А вот И что это является Какой-то Акцией Морального Экзибиционизма И всего такого Ты как будто Оголяешь душу Перед другими людьми И в конце Она рассуждает А представьте Как было бы классно Если бы люди Это по-настоящему Ценили То есть Ты купил Красивый букет цветов Подарил девушке И человек на улице Подходит И говорит Ой Он вам такой Красивый Букет цветов Подарил Дайте ему сегодня Пожалуйста И в рот возьмите Вот Я на эту тему Представил Как Ты приходишь В этот бордель И Примерно с таким же Видом и говоришь Что-то типа Я бы хотел Как бы Трахнуть В вашу грудь Будьте добры Что-нибудь такое В общем Со стороны Это думаю Выглядело бы Довольно смешно Это важный удар Потом зайдет Какой-то Чебебосс Посмотреть Реплей Калина На ютубе А там Разговоры О покупке Карта Мастер-карт В Узбекистане И обсуждение Того Что такое Поизури И как Его получить В Самаре Извините Пожалуйста Ладно Не осуждайте Да Во-первых Что не так С Астропоном Вообще Девушки В этом плане Странные Существа Была у меня История На эту тему Где Как бы Я как Любитель Жажды Исследований Как бы Всегда хотел Попробовать Вообще Зайти Атаковать С тыла Так вот И девушка Мне постоянно Говорила Что типа Нет 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 Потом она Такая Говорит Типа Ну вот Если ты Дашь мне С тыла Себя Туда Сюда То я Соглашусь Я Естественно Конечно Понимаю Что Это Как Простите В геополитике Попытка Взять На понт И я Горю Так Окей Давай Я Я готов Типа А что Ты мне Сделаешь Я в другом Городе Как говорится Заонал Извини И она Сразу же Вообще Забыла Этот разговор Дала Заднюю Я Был Разочарован Знаете Как Мистер Скиннер Такой Типа Вот Под Под Тэфик Смысл Повышать Ставку Если Ты не Можешь На нее Ответить Сразу Виден Блеф Ну Что Это Такое Как Говорится Это Ежа Голой Жопой Не Напугаешь А Уж Пахотливым Мужчину С тропоном Точно Каждый Может Воспринимать Эти Фразы По Мере Своей Испорченности Сегодня Прямо День Потрясающих Историй Мне Конечно Далеко До Оки Ямы Ситар А ты Весь Спич Про Ты Весь Спич Про Баттл Брайзерсов И Обмен Опытом Пропустил Или Как Интересно Просто Или 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 Наматывал На Уз Не Никакие Камни Камни Был И Ситар Вообще Ни Одного Камня Наоборот Мы Думали О том Что Знаешь Ведь Обычно Обычно В отношениях Учителя Ученика Важно Не Чтобы Один Учил Другого А чтобы Не Оба Друг Друга Учили Но По Разному Вот И Мы Как Раз Это И Обсуждали Что Мог бы Акияма Научить Тебя Чему Тому Что Ты Не Знаешь Чтобы Ваш Обмен Опытом Был Более Глубоким И Интересным Вот Это Конечно Додж Который Может Решить Игру Окей Колян Прокинул Так Я Закрылся Да Акияма Нормальная История В смысле Тебя Тебя В этой Историей Осуждать Буквально Незачто Вот Привет Салтигай У нас Просто К сожалению Везде Почему-то Темы Секса Невероятно Табуированы Меня Это Иногда Сильно Удивляет Ну Я Думаю Что Это Во многом Связано С тем Что По Какой-то Неясной Причине Очень Часто Темы Секса У нас Обращены Ой Какой Фейл Ой Какая Ошибка Ой Какой Косяк Ну Это Обязательно Реролл Но Это Ошибка Ну Ну Все Как Б Г Г Похоже Колян Вышел Так Вот Я Думаю Что Связано Со С А Всякими Зонов Скими Понятиями О Мужественности Обо чпд вот где правда понравилось а как те щербаков записанных книги кунибал просто обычно во всяких там зарубежных местах тема секс табуированы из религии а у нас на по-моему табуирована не из-за религии хз конечно это чисто мои домыслы хох конечно страшно приносит ну просто вообще конечно странно в том плане что концепт секса он же как бы кубер простой под умер простым я имею ввиду что как бы у секса ровно две функции это дети или получение удовольствия и как бы а люди почему-то на них пытаются что-то еще навешивать странное какие-то моральные непонятные представления там еще что-то такое хотя смысла в этом примерно никакого в этом плане меня до сих пор удивляет что он в школах до сих пор нет уроков полового воспитания я просто я чувствую некую связь между отсутствием уроков полового воспитания и невероятными рейтингами передачи беременна в 16 есть какая-то связь я конечно немножко иронизирую но в общем тут думаю здесь есть доля правда но в мое время вообще вообще никак это не обсуждалось по крайней мере на на моей памяти но у меня вроде в классе никто не за даже в параллеле вроде никто не залетел я пытаюсь вспомнить вроде нет надо было сащего агилу подвигать но хоха боится за нее у меня одноклассница была беременна на выпуск но да это наверное не обычные эмоции не но в целенаправленно то ничего плохого нет а чё колян хотел активировать или ударить интересно или подвигать потому что он это странно немножко что господи кто-то отрыл древнюю как говно мамонта тему а фомич ваше первое впечатление коробл господи зачем ну ладно ну чё колен видимо вышел в плей-офф можно поздравить как это что-то изгласла как я мая а а ладно шучу Не знаю, по-моему Проблема в том, что, блин, презервативы Стоят чудовищных бабок А сейчас, типа, втройне чудовищных Не знаю, цены на презервативы Вообще какие-то адовые абсолютно Я хз Там, по-моему, презервативы Должны быть как бы Убер Убер доступными, лол У нас реально как бы выгодно презервативы Брать только на Алиэкспрессе Потому что там цены нормальные А цены на резинки Короче, в России просто Как бы Слушай, давайте ради интереса Сейчас посмотрю там Где посмотрите О, она и аптека Сейчас зайдем для нее Ради интереса Господи, ребята 12 штук Самые дешевые Контакс Они, кстати, так себе 600 рублей Че за говно Я на Ализа 650 штук брал Ну, реали Как бы А в остальных Вот это все Три штуки за 300 Ну, я хз, конечно Потому что презервативы Это не какой-то Ультра Невероятно Сложный Для изготовления товар То, если че Не знаю Я все торчу Мне скорее кажется Что, например Если какой-нибудь Условный Там Десяти Или девятиклассник Или одиннадцатиклассник То выборе Как бы Потратить свои деньги На резинку Или Попытаться Успеть, как говорится Вытащить удочку До того Как рыба клюнет Они выберут Конечно Второе Ну да Да У них себестоимость Копейки А у нас Цены какие-то Совершенно чудовищные Вот это меня удивляет Мне это Немножко Непонятно Вердом Я бы даже не сказал Что Презервативы Которые у нас Продаются Какого-то Вау Качества Если честно Китайские Мне даже Показались Более удобными Фол Гоблина Чтобы не было Активации Ну Окей Ну Со взяткой Можно Конечно Бедный Гоблин Никого Не трогаешь И тебя Фолят Продолжение следует... А у нас Как я понимаю Кроме Ситара Никто больше Об играх Как-то и не договорился Да? Я себя Правильно Помню Ситара Не напомнишь Когда у тебя Игра В среду 19 В 10 вечера Окей Спасибо Спасибо Ой Кстати Нужно создать Сегодня Коман Я обещал Клину Что я Сегодня Создам Команду Для Этого Для Рандомного Турнира После Я Я Что-то Забыл Хорошо Что Напомнили Надо бы Просто Создать Тиму Отправить Я Название Правда Пока Не Придумал Цыгане Выпали Ситара Я Коллекционирую Как бы Тир Тир 4 Тир 5 Команды На Этом Турнире Один Раз Дали Тир 1 Тиму Так Сразу Взял Чемпионство Очевидно Что Антисингольское Лобби В очередной Раз Сыграло У Айс Рейна Это Конечно Шутка Но Скажи Шутки Из Доля Правды Не Ну Я Нормально Отношусь К цыганам То есть Как бы Наверное Из всего Набора Пика Самая Сложная Тима Ну То есть Огры Вампира Я уже Катал Наверное Цыгане Как бы Вот Следующая По сложности Так что Нормально Как бы Интересный Опыт Я По крайней Мере Так Это Описал Узнаю Узнаю Чё Новенькое Для Себе Я Правда Думаю Что Я Буду Катать По Совершенно Своеобразной Схеме Попробую Адаптировать Цыган Под Свой Этот Под Свой Стиль Если Можно Так Выразиться Я По С третьего Челленджа Игра Во втором Челленджа Я не Играл Да Да С третьего Челленджа Игра В Баш Что Ли Я Имел Ввиду Строгую Позиционку Что За Баш Что Ты Обо Мне Думаешь Вообще Ужас Какого То Плохого Мнения Во Мнике Я Вот Сейчас Смотрю Команда Пытаюсь Понять Ну Конечно На Габле Было Было Результат Тяжеловато Играть Ну Наверное Конечно Было Было Немножко Муторно Привыкать К игре На Там Паузу Что Наверное Пришлось Вам Муторно Привыкать К игре На Полурослику А Все Остальное Довольно Простое Ну Может Бидонию Не Хотелось Бы Играть Хотя Бидония Простая Ну Все Бидония Не Требует Никакого Такого Она Требует Чувства Но Не Требует Понимания Наверное Не Знаю Как Это Описать Да Видимо Там Какая То Пауза У Кого Что То Это Спасибо Колян Ну Окей Магазины Уже Закрыты Так Что Я В любом Случа Обломался Я Просто Хочу Отдохнуть А Теперь Надо Еще Сидеть Ждать Пока Они На Своей Паузы Откатают Ну На Габле Понятно Что Надо Убивать Я Просто К тому Что На Габле Играть На Результат Тяжеловато Мне Так Думается Ну Это Как На Любой Фановой Тиме Условно То На Ограх Например Тоже К сожалению От Тебя Не Так Много Зависит То То Ты Понимаешь Что Она Делает На Ограх Но Это Не Значит Что Огры Будут Работать Вот Собственно И Все Огры Пока Для Меня Определенно Самый Худший Опыт Который Был Для Для Меня Ничего Хуже Огров Пока Не Был Привет Собственно Я Был Но Я А Я Я А Я Собственно Знаю Я Долго Я Три минуты кто-то был на паузе. Ну, около того. Плюс-минус три минуты. Не знаю, мне почему-то в такие моменты вспоминается то, как меня удалили с СК-2ТВ. Меня плющило где-то месяцок, а потом прямо отпустило так, что и не вспоминаешь. Кажется, что сейчас будет пас козлику. Ну, вкладка козлику. Или как? Нет. Ну, ладно. Просто можно было бы сейчас отдать мячик сюда. Вот этим пареньком типа встать сюда. А козликом, типа, забежать с ГФИшка сюда. Ну, это я так, к слову. Не знаю, мне сейчас в рубле не нравится то, что... Ну, не то, что прямо упал уровень тренеров, но... По ощущениям... Как будто прям сложность какая-то пропала внутренняя. То есть... Хватает еще сильных тренеров, с которыми... Ну, короче, плотность... Плотность стала меньше. Раньше плотность в рубле была намного выше, и... Игра казалась динамичнее, что ли. А сейчас это чувство пропало. Ну... Я хз, может, мне кажется? Вопрос сложный. Ну, по крайней мере, окей. До вышки. Вот до вышки ощущение как будто стало попроще. А вышки, я думаю, все еще хорошо. Вышки... Вышки все еще хватает тренеров, я бы сказал бы. Да, я думаю, люди вышки знают, как пользоваться джагой. Че-то плохо, что не подвигали Агилу там. Агилу стоило пододжить. Че-то Хоха не успевает по таймеру поиграть. Не, ну понятно, что в вышке всегда бывает кто-то, кто как бы... Не обладает должным уровнем квалификации. Это нормально. Всегда кто-то на самовозке обычно заползает. Вот в этом сезоне должен был схрон заползти, но... Что-то пошло не так. По итогу у нас на самовозке, по-моему, только арт-кошки заехал. И сомнение изменяет память. И все. Зато если Колян сейчас не проиграет... Если Колян сейчас не проиграет... Я сейчас проверю точно, то у нас в следующем сезоне будет три деда вышки. По-моему, такого никогда не было. Или если было, то не долго. Мне кажется, Колян должен был дождь. Ну ладно. Сейчас. Теперь слишком простой гол. Колян сейвит Тиму. И обрекает Диамеда... Обрекает Диамеда на поездку. А нет, ребят. Подождите. Сейчас. Я сейчас посчитаю. На самом деле, Колян должен был побеждать со счетом 2-0. Да, 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 да. Непрух, ты прав. Я только что зашел, посмотрел личную встречу, ты прав. Мы с тобой прям синхронны. У меня чатик вел в заблуждение. Все, что могу сказать. Так что, да, в любом случае Дио едет. Так что, так что вышки будут только два деда. Уже, конечно. Но, с другой стороны, у Дио там такая смертность, что, в общем, ничего удивительного. Ну, сначала идет, как бы, количество очков, потом идет разница, а потом идет личная встреча. И уже потом, и уже потом идет количество, по-моему, забитых. Как-то так. Эх, колян, колян. Не дожал. Вот, смотрите. По количеству набранных очков, в случае равенства по разнице мячей, потом по результату личной встречи, а потом по решению администрации. Ну, по факту, тайбрейк предлагают сыграть. Количество мячей не влияет, только разница. Как-то так. Ну, что? Как я понимаю, полинаю, что ультра-увлекательное занятие в виде игры с египтянином, или нет? Даже с сержем. А, с египтянином, с египтянином. Ну, удачи. Египтянин чемпион. Египтянин чемпион. Тогда обидно. Ну, я как-то рассуждал о том, что в рубле не хватает призовых, но там какой-то прям неестественный страх сбора денег и всего остального на сайте. Там, как-то я поднимал вопрос, и мне там сразу сказали, никаких денежных турниров, никаких обсуждений денег, тра-та-та-та-та. Там какой-то прям крайне иррациональный страх. Ну, хотя нет, ладно, в России довольно рациональный, допустим. Ну, что, поздравляем, колена, с выходом в ПО, что можно сказать. Продолжение следует...